здравствуйте друзья мои на библейский портал экзегет пришел вопрос спрашивают ли бесы у бога разрешение на искушение людей мы с вами конечно же тут же вспоминаем историю исцелений годаринского бесноватого когда господь изгоняет легион бесов из несчастного человека и мы слышим что бесы спрашивают разрешение конечно же все что происходит в мире она происходит по воле божией и без воли божией волосинка не упадет с головы человека и конечно же уж какие-то там бесы присмыкающиеся не способны плести свои козни против человека если господь не попустит не попустит им этого сделать ведь в отношении нечистых духов действует действует промысл божий таким образом что он попускает и ограничивает их существование их деятельность это падшие духи но меня в этом вопросе волнует не сама постановка не мне смысл вопроса сколько сколько некоторая тенденция которая есть среди наших православных людей в каком-то нездоровом интересе к бесам есть два как мне кажется неверных отношения к бытию нечистых нечистой силы одно одна тенденция отслеживается у наших так называемых модернистов православных богословов или теологов они предпочитают себя теологами называть которые вообще не говорят о бесах и я подозреваю что они верят что бесов не существует а есть какие-то психологические расстройства комплексы которые можно сеансом терапии восстановить у меня есть такое подозрение может быть я ошибаюсь надеюсь я ошибаюсь но на этой темы наши прогрессивные христианнейшие гуманнейшие теологи стараются избегать это одна крайность есть другая крайность когда интерес к нечистой силе особенно к антихристу становится каким-то невероятно болезненным так что люди забывают про христа и про святых это тоже ненормально потому что и бесы и и их выкормыш антихрист это неудачники это персоны которые не заслуживают нашего внимания мы должны учитывать что это враг это враг да он силен но мы живем под присмотром господа господь за нами всегда присматривает и просит нас особенно наставление местных отцов не подходить к краю где нечистая сила особенно сильно помните как в собаке баскервилле когда доктор мортимер зачитывает письмо одного из предков баскервилле говорит умоляю вас господом и всеми святыми никогда не выходите на болото в полночь когда силы тьмы особенно сильны так вот и на святые отцы убеждают не ходите в дома разврата не включайте ненужные сайты не участвуйте в делах тьмы не сообщайтесь с людьми которые расливают ум и сердце не подходите близко там где вражеские полчища просто клубятся на самом деле живите чисто живите по порядку не отходите далеко от от церкви и особенно никогда не отходите от причастия как говорил один из старцев древнего потеряка что мы приходим к причастию как как елени на источнике водные как потому что елень а олень бывает в пустыне объестся ядовитых змей и так много яда у него внутри что ему нужно водой чисто это запить чтобы вывести яда из организма так мы без евхаристии без причастия без церковной службы мы постепенно тоже сдвигаем себе на край там где полчища демонов это не не наша тема это не 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 те персонажи которых нам надо говорить и особенно фигура антихриста которая прямо завораживает некоторых наших православных людей и они просто могут часами о нем разговаривать отслеживая особенно последние новости антихрист это неудачник весь писание говорит что он только 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 три с половиной года и будет царствовать весь этот тайна беззакония в действии тайна беззакония которая завораживает нас страшно посмотрите как там изощрились какие-то тайные организации давайте мы на какую-нибудь брошюрку раскроем переведем текст известного заговорщика евангелие читать надо и святых отцов там все эти сети демонские уже давно раскрыты там все уже сказано и не нечего нам выходить на болото в полночь когда силы тьмы сгустились нечего нам вестись на эти модные разговоры они в они будут всегда модны потому что про бесов и антихриста говорить гораздо веселее чем про христа но только со христом жизнь со христом тишина со христом святоотеческая тишина не из глагола на которое преподобный сергий радонежский говорил вернее его житие говорит потому что когда вы открываете ли житие житие любого святого вы вспомните как как душа расцветает и в житиях святых обесах ведь говорится в правильной тональности и запоминаем мы не демонов которых там видел преподобный антоний великий а мы навсегда запечатлеваем у себя в сердце образ святого образ и дыхание жизни от которого просто хочется самому жить ободряющий образ поэтому друзья мои я на просто всех призываю быть очень аккуратным и держаться меры правильной меры в отношении любопытства и интереса в сторону по подобных вопросов наше дело идти за святыми знаете как по болот уж 100 стопочка в стопочку шаг за шагом когда я был пионером у нас был такой обычай в пионерском лагере раз в сезон всех детей водить на партизанскую кренечку потому что белоруссия это партизанский край и ряд недалеко от нашего лагеря находился штаб партизанского движения до сих пор этот этот комплекс стоит там и землянки есть и и водичка бежит и все за раз заросло этим нашим белорусским роскошным лесом но я помню когда все еще не было так благоустроено как сейчас нас пионеров водили по каким-то гатям и нужно было идти через болото и одна из наших девочек даже там утопила свою туфельку как когда мы пробирались в на эту партизанскую кренечку вот и то что касается духовной жизни особенно тех вещей связанных с с искушениями или же с с борьбой с с нечистыми до которой не все до нас даже доходит на самом деле нужно идти след в след как по болоту за святыми отцами след в след по чуть-чуть ни вправо ни влево не сворачивая и не увлекаясь излишне теми вещами которые не нашего ума наше дело смотреть за собой наше дело исследовать свое сердце вот что важно как и преподобный один из преподобных древнего патерика когда к нему пришел один брат с большим таким знаете богословским вопросом святой просто взял от него и отвернулся брат страшно обиделся как это так так себе не должны старцы вести я жалобу в патриархию напишу не вы 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 не смеете так со мной обращаться ушел расстроенный но его догнал послушник старца и объяснил что старец никогда на такие вопросы не отвечает а вот ты его спроси как как тебе как тебе со своими страстями бороться ты спроси его как тебе одолеть например твой язык велеречивый или или помысл осуждения и старец и брат оказался благоразумным он вернулся к старцу попросил не упрощение у старца прощение попросил и спросил очень вот меня борет такой борет помысл скажи как как мне быть и старец к ним повернулся радостно сказал вот теперь у нас с тобой будет разговор вот теперь ты пришел правильно то есть есть вещи которым еще нужно правильно подойти и в подобных в подобных вопросах нужно себя тоже может быть сдерживать ограничивать и найти ту тональность в которой святые отцы об этом говорят потому что если мы на уйдем из из этого тональности из этой из этой руку из этого русла святоотеческого не будем идти в след след за за их мыслью можно заблудиться и зайти очень далеко можно увлечься и стать в каком-то смысле даже последователем антихриста и заполнить свою жизнь его образом они святыми образами которые должны в нашем сознании занимать первое место лик спасителя алики святых и божиих а все остальное это 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 вещи не нашего скромного ума внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео